Уже 45 лет старейший корректор Кубани стоит на страже грамотности. Все восемь полос газеты «Армавирский собеседник» находятся под ее внимательным оком. Тамаре Понариной даже пенсия не страшна. Таких профессионалов еще поискать накопленными знаниями и опытом она делится с молодыми авторами. Пришла молодежь у нас в основном из нашего педагогического университета. Но с ними тоже интересно. Они многого еще не знают. Они вот только недавно начали у нас работать. Стараешься помочь, подойдешь, подскажешь, покажешь, как. В основном нам нужна грамота. Значит, у меня будет меньше ошибок. Георгий Тимофеев родом с Дальнего Востока. Учился и начинал свою журналистскую карьеру тоже далеко от Кубани, но уже больше 20 лет. Рассказывает о людях южного региона. Писал на самые разные темы. От народных промыслов до сельского хозяйства. И всегда его строки в районной газете находят отклик. У нас в районе же есть владельцы личных подсобных хозяйств, которые занимаются вплотную выращиванием овощей в закрытом грунте. И мне еще раз сказать. Прежде чем пишешь материал на такую тему, думаешь, а как он отзовется в сердцах людей. То есть потянутся люди. Сегодня у них одна из самых приятных рабочих командировок. За десятки километров ветераны слова приехали в Краснодар на торжественный прием в честь Дня российской печати. Среди лауреатов, редакторы и журналисты городских и районных газет, интернет-порталов, корреспонденты краевых и муниципальных телекомпаний, фотографы, операторы и ведущие. С профессиональным праздником всех собравшихся от имени главы региона Бениамина Кондратьева поздравила вице-губернатора Анна Менькова. Выбрав эту профессию однажды, как правило, человек в нее влюбляется и остается с ней на всю жизнь. Я вам желаю быть верными этой профессии. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы рядом и что вы помогаете. Я вижу здесь огромное количество моих знакомых лиц, и моих друзей, и моих наставников, и тех, кто сегодня является наставниками для молодой смены. Я прошу всех, кто в этом зале много лет в профессии, все-таки передавайте свой опыт. Не у кого черпать сегодня этот опыт, кроме как у вас. Особую награду получили два известных кубанских журналиста – Виктор Анфиногенов и Вячеслав Смееха. Знак признания присуждается мэтром региональной журналистики, внесшим большой вклад в развитие отрасли. Среди награжденных почетными грамотами и благодарностями от губернатора и председателя ЗСК и сотрудники телеканала «Кубань-24». Режиссер Лили Любимова, корреспондент Юлия Костина, ведущий Константин Перминов и Наталья Клещева. Профессия летчика особенная. Полицейский, спасатель, журналист – он же такой, как все мы. Просто он видит немножко больше и чувствует немножко больше. Телевидение – это твоя жизнь, без которого просто невозможно жить. На работу тянет, манит и хочется все время чего-то нового. Краевое медиапространство Кубани. Сегодня это около 600 СМИ, в том числе электронных. 76 телеканалов, 88 журналов, 193 радиостанций, больше 200 газет. Аудитория государственных электронных СМИ выросла за последний год в несколько раз. Последний год с небольшим аудитория государственных СМИ в электронных форматах, сайтов, социальных сетей выросла в три раза. Почти 3 миллиона человек. Это очень серьезная аудитория, серьезные качественные показатели. 2019 год – юбилеев. 60 лет – Кубанскому филиалу Союза журналистов, 60 – телеканалу ГТРК «Кубань», 30 лет – Каневской телестудии и столько же – телеканалу «Метроном» Тбилисского района. Юбилейный год и для нашего холдинга. 20 лет исполняется телеканалу «Кубань-24» и 21-му радио. Первая радио Кубани – главная радиостанция региона. Мы краевая радиостанция и в наших задачах информирование населения обо всем социально важном, что происходит в нашем регионе. Основные задачи, они у нас у всех одни на Кубани. Нам нужно донести до населения то, что здесь происходит. Поэтому, ну какая может быть, она здоровая конкуренция. Уже стало традицией в профессиональный праздник наградами отмечать не только заслуженных работников средств массовой информации, но и тех, кто только начинает свой творческий путь. Юнкоров, школьные газеты, телестудии. Они – это будущее кубанской журналистики. Юлия Костина, Дмитрий Ланин, «Кубань-24», Ейский район, Армавир, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова